Ревизию остановок вместе с активистами Общероссийского народного фронта мы решили начать здесь, в Приволжском районе. Сюда, на остановку Парина, каждый день приходят порядка тысячи человек. Это и жители ближайших домов, которые впереди меня, это и посетители торгового центра, который с правой стороны. В июне сюда будут приходить и гости чемпионата мира. Этих планируют разместить в деревне Универсиады, которая расположена с левой стороны. На первый взгляд остановка выглядит не так плохо, но если приглядеться, эта платформа обшита сайдингом, на котором расклеено множество объявлений. Скамейка потрепана, вокруг грядь. Вы думаете, это самая неблагоустроенная платформа в городе? Ошибаетесь. Вместе с активистами Общероссийского народного фронта мы специально выбрали остановки на нецентральных улицах столицы. Даже с погодой повезло, наглядно можно увидеть, что испытывает пассажир. Апрельский снег в июне сменит дождь. Согласитесь, в Казани во всех районах должны быть созданы комфортные условия. Ведь приехавший на чемпионат мира болельщик не будет следовать правилу. Эй, гражданина, ты туда не ходи. Ты сюда ходи. Какой турист не захочет сэкономить? Снять жилье в авиастроительном районе намного дешевле, чем в центре. Мы находимся в городе Казани, на улице Челюскина. Здесь у нас импровизированная автобусная остановка. Это табличка с надписью «Остановка автобусов и номера маршрутов». Ее, судя по всему, соорудили сами граждане. Причем некоторых из этих номеров сейчас они уже не ходят. То есть это еще и старая табличка. На самом деле здесь из удобства для остановки только столб, на который можно опереться, если ты устал. Пожалуй, каждый иностранец, приехавший в Казань, захочет получить все возможные эмоции. И, конечно же, не пройдет мимо русской бани, рассказывает нам жительница района Светлана. Чтобы попасть в баню номер 14, нужно выйти вот на этой самой остановке. Здесь висит покорюженная грязная табличка, но с понятным названием для гостя из-за рубежа – «Бафхаус номер 14». Стены остановки выбиты. На уцелевших же фрагментах объявления, порой непристойного характера. Данная остановка, она плохо оборудована, ветрозащиты нету, ну, мусор иногда бывает. Думаете, мы решили заехать по дороге на кладбище и купить венки? Так выглядит остановка общественного транспорта в Советском районе, на улице Липатова, что в Дербышках. И давно такая ситуация здесь? Второй год уже. Признается нам продавщица ритуальных атрибутов. Говорит, пассажиров жалко. Остановка плохая. Автобус подъезжает на полдороги, вода, укрыться негде. Остановка – головная боль не только для пассажиров, но и для водителей. И не только из-за припаркованных машин. Хайдар Хаджиев замещает, он должен думать о безопасности пассажиров, ведь именно он за рулем. А порой мысли совсем о другом. Самый больной вопрос, вот здесь, наконец, с пяти часов работает общественный транспорт, нет туалета. Представьте себе. Абсолютно некуда идти и исправить, как говорится, свои нужды. Речной порт – водные ворота столицы Татарстана, Вахитовский район. Наверняка среди болельщиков и туристов будет немало желающих на водном транспорте добраться до жемчужины республики – острова Града Свияжск. Мы видим, что от остановки здесь одно название. Видимо, это постройка 70-х годов. Отсутствуют лавочки. К примеру, валяется мусор, то есть тут даже не убирают. Да, какой-то запах, да, странный? Да. Не исключено, что кто-то из водителей все же воспользовался советом. Эта проблема возникает перед каждым из нас. Как сходить в туалет, бесшумно не привлекая внимания? Остановочку нам надо. Вот для этих всех людей, которые живут в этом районе. Дети учатся, садики, школа. Жители московского района на улице Гудаванцево устроили стихийное собрание. Они рады любой остановке, лишь бы ее вернули. По их словам, больше 30 лет на этом месте останавливались автобусы. Но осенью прошлого года все изменилось. Собравшиеся отмечают – до новой остановки и идти долго, да и порой страшно. И там собака болит. Боимся, уже сколько человек, уже откусили и порвали пальто. У меня вот две дочери, они работают до 10 часов в центральных магазинах больших. И возвращаются, считайте, в 11 часов. Вот с этой стороны нету света практически. Да, вот такая дорога у нас. Нет, ну что за асфальт? Юрий Михаленко часто ездит в больницу. Вместо ног у него стоят протезы. Говорит, нормальной дороги до новой остановки, к которой ему надо идти не менее получаса, просто нет. Мужчина отмечает, ступает осторожно, ведь если упадет на протезах, стать проблематично. До прежней же остановки было идти всего три минуты. Юрий очень хочет в июне посетить и матчи на Казань-арене, и фестиваль болельщиков. Чтобы мечта сбылась, нужна остановка рядом с домом. А когда же будет порядок у нас? Хозяин вот московского района сказал, денег нету, язык повернулся. Это для людей, которые вот живут, здесь люди живут, инвалиды живут, ветераны живут. Вот для нас ничего нету. Едем дальше. Новосавиновский район, улица Адаратского. В народе эту остановку уже окрестили стрижка за 150. Видимо, из-за единственной таблички на столбе. Это на самом деле рядом с Казань-ареной, скоро чемпионат мира по футболу 2018 года. Этот район должен стать центром этого чемпионата. Видим такую картину. У нас остановка. Но понять, что это остановка, можно только потому, что здесь иногда останавливается автобус. Вместе с активистами ОНФ мы объехали более двух десятков городских остановок. И везде слышали пожелания от казанцев. Региональное отделение Республики Татарстан Общероссийского народного фронта сегодня провело анкетирование. Всего в анкете 20 вопросов. В основном жители города Казани недовольны отсутствием остановочным платформ. На второй и третьей позиции активист ОНФ зафиксировали отсутствие тактильной плитки и освещения. Остановки являются лицом города. Активист движения «Казанцы» за общественный транспорт Тимур Ямашев отмечает еще одну деталь. Порой стандартной по размеру остановки бывает маловато. К примеру, здесь, на площади Тукае, хоть остановка и красивая, стеклянная, но не все при необходимости пассажиры могут скрыться под навесом. Нужно ввести дифференциацию павильонов. В таких центральных местах часто в Европе остановки бывают уже не просто такой стандартный стеклянный павильон двухметровый, а это бывает уже такая целая станция с огромным навесом, созданная каким-то архитектором. Да, то есть здесь на самом деле места тоже хватает. Чем уступают наши остановки, остановкам, ну, может быть, не во всех, но в таких наиболее знаковых городах Европы – это информативностью. Александр Дембич, заведующий кафедрой градостроительства КГСУ, просит обратить внимание на навигацию. На многих остановках отсутствует схема движения маршрутов, чтобы гость из-за рубежа понял, что эта остановка должен быть установлен специальный знак. У нас эти цветовые табло очень такие скудные по сравнению, вот как это делают там за рубежом. Во-первых, там более крупные эти табло, во-вторых, они более детальные, они очень точно работают. Вот я стою, если он пишет, вот идут, например, сразу пять маршрутов. У них везде схемы, как правило, есть. Как нам сообщили в пресс-службе мэрии, к Чемпионату мира по футболу остановки планируют оформить в стиле футбольного мундиаля, а также провести благоустройство. Также в пресс-службе мэрии констатировали, что сейчас на рассмотрение находится вопрос об установке новых павильонов на остановках. Правда, сколько их появится и когда будет принято решение, пока неизвестно. А тем временем до начала Чемпионата мира осталось чуть менее девяти недель. Сергей Темляков, Андрей Мохов, Семь дней.